Вопрос номер восемь. Ага, а вот настал наш звездный час, как говорится, в моем случае точно. Вопрос номер восемь. Какое образование вы получили в плане шитья? Или все, что вы делаете, это самообразование? В моем случае все получилось очень даже складненько. Почему? Потому что швея, швея закройщик, кроме перед тем, как сесть за швейную машинку, мы где-то полгода, у нас, во-первых, была теоретическая часть. Потом мы пришли в кабинет практики, где мы сначала изучали, какие бывают швы, для чего они используются, какими иголками, то есть вручную ты тоже должен уметь делать. И там, в общем, энное количество стежков. После теоретического познания и отшива стежков была еще у нас выпускная работа. И где-то уже на седьмой месяц получения образования мы сели за швейную машину. Как это относится к крестикам? Сейчас я вам расскажу. Про машинки швейные вам рассказывать не буду, но я вам расскажу о том, почему может быть у меня нет перетяжек на конве, почему может быть чуть-чуть у меня ровнее крестики, чем... Я думаю, что не супер у меня там какие-то они сильно ровные, но может быть чуть-чуть ровнее, чем хотелось бы, да, или моглось. Так вот, как раз для того, чтобы сдать вот эти вот шовчики, да, то есть стежки, виды стежков, тебе должна была выбрать ткань. Эта ткань должна была быть ровных размеров и все швы должны были выполнены. Быть ровно, красиво, без перетяжек, без ничего. Ну, потому что оценку-то занятят. А кому это надо? Это никому не надо. Поэтому, конечно, мы тренировались, психовали, плакали. Но кто же думал в 15 лет, мне тогда было, сейчас скажу, наверное, лет 14, что, боже мой, что я не могу пришить пуговицу, пуговицу пришить можешь. Но если ты хочешь стать швеей, то пуговицу надо пришивать по-разному, да и пуговицы бывают разные. Конечно, я подозревала, что есть там две дырочки в пуговице, 4 и пуговица на ножке, но, знаете ли, я не... Жизнь меня еще пока к тому времени не подготовила, что большая пуговица для пальто, которая массивная из четырех дырочек. На ней тоже должна быть ножка. Эта ножка выполняется ровно руками швеи. И ты должен уметь это делать. Например, как подшивать правильно низ изделия скрытым швом, козликом, не козликом. То есть все это, когда есть оверлок, когда нет оверлока. Почему можно проложить иногда внизу строчку и закрепить край изделия? А почему нельзя? То есть все это нюансы, которые, скорее всего, что и сейчас мне помогают видеть в том, что когда я беру какую-то работу для вышивки, я точно понимаю, зачем, как, почему и можно ли ее будет куда-нибудь оформить, кроме как картина. Задумывались ли вы над этим? Пишите мне в комментариях. Я буду очень рада с вами пообщаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...